Спорткомплекс «Юбилейный» в Рыбнице принял первых спортсменов после реконструкции. На праздничном мероприятии был президент Вадим Красносельский, а сейчас уже идут новые работы в соседнем здании. Там разместят специальные тренажеры для людей с инвалидностью. Вот это тренажерные два зала для занятий ОФП. Будут современные тренажеры установлены, так что и раздевалки, душевые. Короче, все условия для занятия спортом от юноши до ветеранов. Среди масштабных задач – строительство по соседству со спорткомплексом футбольного поля. Проект уже готов. На открытие его представили президенту. Сейчас профессиональной футбольной команды в Рыбнице нет, но среди детей и молодежи этот вид спорта самый популярный. Здесь рассчитывают, что с появлением качественного поля будет сформирована и хорошая команда. Нужно связать спортивный комплекс и рядом футбольное поле. Тем более территория, посмотрите какая, она простаивает. И если здесь еще будет огороженное футбольное поле, это будет замечательно. Мы здесь будем проводить и первенство города по футболу, в спорткомплексе по баскетболу, бадминтону, легкой атлетикой. Юбилейный – это главный спортивный объект Рыбницы. Его реконструкция велась в течение двух лет. Ход работ контролировал лично Вадим Красносельский. На открытии объекта президент отметил, что формирование правильного отношения к спорту и приобщение к здоровому образу жизни должны начинаться с детства. Привлечь детей в массовый спорт – одна из главных задач государственной политики, считает Вадим Красносельский. Сейчас на базе спорткомплекса «Юбилейный» работают 11 секций для занятий с самыми популярными видами спорта. В перспективе появится площадка для занятий воркаутом и бегом.